Я-исследователь. Так называется, ставший традиционным конкурс проектных и исследовательских работ. Возможностью прикоснуться к миру науки и сделать первые шаги на этом нелёгком, но очень интересном пути, конкурс привлекает юных славянцев. Когда можно начинать заниматься научными исследованиями? Для многих учащихся младших классов школ Славянского района ответ на этот вопрос очевиден. Чем раньше, тем лучше. Новые стандарты образования предполагают смещение акцентов с задачи вооружения, учащегося знаниями, на формирование у него умений и навыков, необходимых в учёбе и жизни. Юные почемучки, так называют детей, которые задают очень много вопросов взрослым, пытаются не просто получить готовую информацию, а самим найти ответы на интересующие их вопросы. Мы побывали в первом лицее, где этой работе уделяется большое внимание. Не просто взял тему, провёл опыты, а ты должен действительно выдвинуть гипотезу, провести опыты, подтвердить эту свою гипотезу, причём иногда эта гипотеза может и не подтвердиться. Поэтому, конечно же, заниматься исследовательской деятельностью очень интересно, тем более в младшем школьном возрасте, когда дети открыты, когда они ещё хотят, когда у них горят глаза, поэтому работы интересные. В рамках федерального образовательного стандарта вообще, вплоть до 11 класса, идёт проектная деятельность, и дети вот сейчас в 9 классе, в 10 классе, они защищают проекты в 11 классе. Поэтому, когда мы начинаем вместе с детьми заниматься этим с первого, второго, то есть с младшего школьного возраста, естественно, конечно, это в дальнейшем приведёт к успеху. Сфера интересов учащихся начальных классов очень широкая. Физика, математика и техника, гуманитарные науки, живая и неживая природа – всё это интересует ребят. Причём в своих работах они пытаются не просто пересказывать общеизвестное, а найти что-то новое. Я люблю физику, я уже второй год защищаю свой проект. Я сначала изучал один закон Ньютона, а теперь три. Я решил продолжить, потому что она очень интересная. Я стараюсь понять, почему другие законы Ньютона так действуют. Литература и русский язык также интересны ребятам. Они идут от изучения традиций к творческой деятельности, и это очень важно. Лимерики – это форма короткого, юмористического, остроумного стихотворения, которое было создано в Франции и основано на обыгрывании бессмыслиц. Мама мне однажды рассказала один лимерик, он мне очень понравился, и я решила из него сделать проект. Я сочинила смешные стихотворения и проиллюстрировала их своими рисунками. Программа внеурочной деятельности социального направления «Я исследователь» способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, побуждает к наблюдениям и экспериментированию. Все это проявляется и в ходе конкурса. Лучшие из лучших, которые будут определены на муниципальном этапе, будут представлять Славянский район на региональном этапе конкурса. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».